В Самаре с 23 июля автобусы по маршруту номер 5 губернский рынок поселок Сухая Самарка будут следовать по новому расписанию. Об этом сообщил перевозчик. Одни рейсы будут заезжать в Алгарь, другие проследуют прямо по улице Народной без заезда в микрорайон. График движения можно уточнить в телеграм-канале Самары ГИС. Из-за неисправности самолета 75 человек не смогли вовремя вылететь из Самары в Москву. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. На время ожидания рейса авиакомпания предоставляла пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице, уточнили в ведомстве. Кроме того, в Самарском аэропорту была организована мобильная приемная для пассажиров. По данным онлайн-табло аэропорта Курумыч, рейс маршрутом Самара-Москва вылетел в 22.00 по местному времени. С 22 июля изменится расписание движения судов из Самары в Ширяево и Вимновку. Об этом сообщили в речном пассажирском предприятии. Так, по маршруту Самара-Ширяево с понедельника по пятницу в Алдае будут курсировать в 9, 11, 15, 17 и 19 часов. По выходным в 10, 12, 16, 18. Из Ширяево по будням рейсы будут отправляться в 10, 12, 16, 18 и 20 часов. А в субботу и воскресенье в 11, в час, в 5 часов и в 7 часов вечера. По маршруту поля на имени фронт Заширяево в Алдае будут курсировать ежедневно в 10, 30, 12, 17, 30 и 19 часов. Обратный путь запланирован в 11, 15, 12, 45, 18, 15 и 19, 45. Вимновку суда будут отплывать дважды в день в 9, 30 и в 14, 30, а обратно в 13 и 18 часов. Редактор субботу. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Миноборнауке проработать вопрос об увеличении бюджетных мест в медицинских университетах с 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Появление новых специалистов неразрывно связано с развитием и модернизацией сети медицинских учреждений, особенно медучреждения первичного звена, уточнили в публикации. В свою очередь Министерству просвещения поручили поэтапно увеличивать набор студентов в медицинские колледжи, а Минздраву разработать план для каждого региона по сокращению нехватки медиков в 2025-2030 годах. Также ведомству необходимо к началу августа представить доработанную версию нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», который стартует с 1 января следующего года. Его цель – увеличить продолжительность жизни граждан до 78 лет к 2030 году. Мошенники придумали новый способ обмана. Они требуют от жертв оплатить штраф за посещение запрещенных в России сайтов. Запреты и ограничения на посещение определенных интернет-ресурсов есть, однако никаких штрафов за это не предусмотрено. Но в любой момент у пользователя может всплыть объявление о необходимости оплатить штраф. Это не обязательно запрещенный сайт, он может быть любым, если мошенники установили на нем соответствующие настройки. Деньги переводить нельзя, даже если приходят сообщения с угрозами и обвинениями. Если мошенники продолжают беспокоить, необходимо заблокировать их номера.